Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» жизни в горний мир. Мы находимся в чистилище, здесь зерна отделяются от плев. И если проследить наш путь в этот мир, то получится такая интересная картина. Вот я, кстати, раньше в биологии слышал, что сперматозоид борется за обладанием лициклетки, путем борьбы достигает своих целей. А последние исследования показали, что сперматозоиды организуются в когорты и продвигают одного сперматозоида. Одна когорта устала, ее сменяет другая и двигает, двигает этого сперматозоида, пока он не благодарит яйциклетку. То есть, это о чем говорит? Нам как бы еще в теле отца уготована роль родившегося. Как можно сравнить каждого из нас с Адамом? Потому что материнскую яйциклетку можно сравнить с землей матушки. То есть это буквально земля матушка, матушка наша мать родная. Если соразмерность яйциклетки на планете Земля мы начнем искать, то окажется, что яйциклетка это самая крупная клетка в человеческом организме, а сперматозоид самая маленькая. И вот если начать, если мы начнем искать, то мы найдем, что сперматозоид в конечном итоге вырастает в мозг со спинным мозгом. Потому что по аналогии они очень похожи спинным мозгом. Вернее спинной мозги с ферматозоидом. Если мы замеряем рост, размер ферматозоида взрослого человека, это грубо говоря 85 см. Это средний рост метр семьдесят два. А если замерим яйциклетки, то для начала я вам скажу, что разница между ферматозоидом яйциклетки 100 тысяч раз. Если мы возьмем размер Марса и разделим на 85 см, то получится 100 тысяч раз. То есть планета Земля когда-то была размером с Марс. Значит Земля матушка, утроби матери, яйциклетка, она соразмерна планетой Марс. И можно так проследить эволюцию историческую, вернее мифологическую человека, что каждый из нас как Адам приходит в этот мир, проходит все стадии эволюции, даже если так глубже копнуть, нужно взять Библию и почитать. С первых слов описывается, что сотворил Господь землю и небо. То есть земля это как ядро эфиклет, небо как оболочка. Сотворила Господь землю и небо и тьма над бездной. Слово тьма, если много раз повторять подряд, мать, 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 получится мать. То есть это как бы утроба матери, так получается. Над бездной, это значит мы над бездной, куда мы потом впоследствии родимся, провалимся в эту бездну и сами станем вселенной. Тьма над бездной и Дух Божий носился над водой. Это вот буквально семя сперматозоид носится на трех яйциклетки в поисках ее оплодотворения. И дальше, если мы будем прочитать Библию, то мы прочитаем, что и отделил Господь воду, что вверху, от воды, что вверху. Это, наверное, я по аналогии провожу с началом деления. То есть она отделит, она начинает делиться. И вот она пошла делиться, 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 делиться. И он сказал, да будет свет. И увидел, что он свет, что свет хорош и сказал, да будет свет. Вот многие ученые и религиозные деятели задавались вопросом, о каком свете разговор. Вот ученые говорят, что это после большого взрыва был какой-то такой свет, который очень долго светил. Вот. А религиозные деятели говорят, что это какой-то божественный свет. Но какой божественный свет, не объясняю. У меня особое мнение. Я при упоминании света в религиозной трактовке сразу вспоминаю, что человек после смерти попадает на тот свет. Значит, тот свет это какой-то другой мир. Это значит, да будет свет, это значит, да будет новый мир. Вот. То есть мир это как вселенная новая, в которую вселена душа человека, то есть тело, то есть другого вместилища, то есть вселенной для души. Ну, я что-то не понимаю. Вот. Тело это наша вселенная, куда мы вселены. И эта вселенная рождается вместе с нами, вместе с нами умирает. И никакой внешней вселенной я вот не могу найти. Вот сколько я занимаюсь исследовательской деятельностью, я перелопатил кучу мифологии. И в мифологии я только нахожу все больше и больше подтверждений о том, что вселенная потому и вселенная, что вселена, потому и вселенная называется. И в мифологии описывается, допустим, как мать-земля-гея, то есть это, можно сказать, мать-сера-земля по-русски, да, родила все звезды и все планеты. Это что-то по аналогии. Это когда начинает яйцеклетка делиться, а она сначала одна, мать-гея, допустим, да. Потом она родилась, ну, начинает делиться, она рождает себе подобную, еще одну, еще одну, еще одну. И так все наше тело. Это все деление яйцеклетки продолжается, материнское, до момента, вот как человек, ну, перестает расти. Это все деление материнской яйцеклетки, по сути, происходит. Вот. И получается, что вселенная, вселенная человека, и нам она являет, значит, вселенная нам через наши глаза, мониторы, являет изображение с самой себя. То есть планета Земля, это и есть Земля-матушка, у каждого своя индивидуальная материнская рециклетка, которая у каждой матери индивидуальна. Программа закачивана, при ее жизни у всех идентичная. И я всегда вспоминаю, я в школе, нам, значит, на уроке, я не помню, биологии, что ли, принесли микроскопы, и мы разглядывали там то, что мог. У меня почему-то оказались какие-то маковые зернышки. И вот там рядом стоящие парты, которые там, человек шесть, наверное, мы все сидели, разглядывали эти маковые зернышки. Так что меня удивило, все эти маковые зернышки покрыты такой пыльцой какой-то белым. А если посмотреть на него микроскоп, то это просто кристаллики. И вот лежали два зернышка маковых в микроскопе, и кристаллики, ну, просто идентично лежали, что на одном, что на другом. То есть это вот, о чем говорит, что точно так и женские яйцеклетки. То есть они идентичны, как бы, ядро материнской яйцеклетки у каждой женщины идентичны. То есть программа, которая в спирали ДНК в ядре, а спираль ДНК и хранится в ядрах, как бы, клеток, да, она идентична у каждой женщины. И это проявляется в новой поверхности. И вот нам говорят, что миллиарды лет эволюции, миллиарды лет вселенной, что там наша вселенная, там, скажем, в том, 5 миллиардов, вселенной неизвестно сколько. Ну, я так подозреваю, что никаких миллиардов лет нет. Может, они и есть, но эти миллиарды лет проходят в течение 9 месяцев у трубы матери. Все эти металлорфозы с яйцеклеткой происходят не миллиарды лет, а в течение 9 месяцев. И мы повторяем, вот так вот в биологии, если мы посмотрим, сначала, ну, продолжу о бытии. После того, как добудет свет, прозвучали слова, там, значит, сначала Бог сотворил растения и человеческое семя, сначала, да, то есть это по аналогии растения и семя, да. Потом Бог сотворил рыб. И человеческий эмбрион имеет форму рыбы, да. Потом и сотворил тварей земных, да, и человеческий эмбрион тоже похож на какую-то тварь, да, еще и нечеловеческий эмбрион. Потом сотворил животных, это уже ближе к форме человека. И человеческий эмбрион является, ну, похож на животного. А потом уже, как бы, в шестой день творения уже человека, Бог создал, и человек уже созрел, как бы, и рождается, получается. Вот, и мы рождаемся уже самостоятельными вселенными, которые нам являются через пять чувств. То есть этот мир таки меряем, значит. Меряем этот мир, каждый, своими пятью чувствами. И там, а трехмерности, это, по-моему, заблуждение ученых. Они не понимают, что без наблюдателя этого мира не существует. Есть наблюдатель, есть что наблюдать, объект наблюдения. Если нет наблюдателя, нет объекта наблюдения. Многие говорят, ну, такие же видеофото. Да, есть видеофото, но потом же это видеофото все равно смотрит человек своими глазами. И все это может быть как-то там. Вот, кстати, очень интересная тема зеркала. Вот, если в зеркало дальномера мерить, то, вот, я стою рядом, я в стену здесь дальномер. Вообще, тут раньше, когда фотоаппараты были, ну, с пленками, да, то очень важен был дальномер. Ты, как бы, ставишь там выдержку, фуку, на расстояние, которое меряешь дальномером. Там специально и продавались эти дальномеры в фото магазинах, да? Так вот, меряешь дальномером стену рядом с зеркалом, он показывает 2 метра. А меряешь зеркало 4 метра. Вот это как 10. Ну, очень странно. И причем, никто не может дать этого объяснения. И я голову ломал, ломал там, не знаю, сколько. Так я не нашел объяснение. Что за такое чудесное зеркало? Но в Библии еще описывается, значит, что край вселенной похож. Он вообще, как это описывается, что он вообще, край вселенной твердый, как зеркало. Вот что-то, какое-то я слово упустил, но там зеркало упоминается. Или как линза зеркала, что-то такое. Надо еще раз прочитать и забыл. Игорь, это получается, как вот в фантовой физике главный принцип говорит о том, что предмет меняет свои качества в зависимости от состояния наблюдающего. Да. Получается, наблюдающий в каком состоянии вот этот предмет, он может меняться. Да, да. Я помню, в школе нам говорили, что даже проводили опыт. Вот те люди, которые верят, они видят, значит, то, во что они верят. А те люди, которые септически относятся, у них этот опыт не получается. Вот это как лишнее подтверждение. По-моему, каждый знает на своем опыте. Да. Вот расскажи, пожалуйста, мне очень понравилась твоя идея о том, что атмосфера имеет форму линзы. Да. Наш глаз имеет форму линзы. И дали выводы, что можно об этом. Да, да, да. Я уже повторяюсь, но все равно, так по-другому, повторюсь еще раз. Вот если взять линию горизонта, это 4 800 метров. Вот если мы стоять будем в пустыне, в такую ровную, то 4 800 – это четыре стороны света. Это получается, ну, круг, как ни крути, не квадрат, ничего, а круг. Да. А если это взять, как бы, слово русское найти, то есть такое слово «территория». Да. Это получается индивидуальная территория у каждого. Эта территория, значит, получается 4 800 на 2, это, грубо говоря, круг должен быть 9 600. Правильно? То есть индивидуальная территория каждого человека – это 9 километров 600 метров. И вот если мы хотим узнать, сколько людей должно жить на планете Земля, нужно взять сушу, ну, материки, пригодные для жилья, и разделить на количество людей. Ну, таким образом через «территорию». «Терри» – это земля, «тор» – это круг. «Территория» – русское слово, которое сложено из двух латинцев. Получается, что если мы возьмем эту плоскость на шарике, ну, на шарике планеты Земля, и срежем кусок атмосферы, который чисто над этой территорией, то он будет иметь форму линзы, правильно? Да? Получается, что эта линза фокусирует все, что мы видим в космическом пространстве. А есть информация от гречки вообще, что космонавт, который был там в космосе, вот он рассказывает, что там в космосе темень, черно, там звезд нет. Там есть мутные такие галактики, не звезды, а галактики. Видно, их очень так, ну, немного. Маленькое такое солнце яркое. Как-то, да? Вот. И получается, значит, что вот эта линза, как в бинокль, приближает нам сюда, на Землю, вот это звездное небо. То есть благодаря атмосфере мы видим такое количество звезд. Атмосферные линзы, которые фокусируют это все индивидуально на каждого человека. И что самое интересное, куда бы мы по этому шарику не шли, эта линза всегда будет перемещаться за нами. Всегда. Ведь мы всегда будем в фокусе атмосферной линзы. Вот. А если пойти дальше, начать искать еще линзы, то мы найдем, что у нас глаз тоже имеет форму линзы, который также фокусирует окружающую нас то, что мы видим, как нам кажется, да? Ну, то есть фокусировка идет через фокус линзы. А если взять эту линзу глаза и перевернуть выпуклую на вогнутую, то есть поменять фокус, это все равно, чтобы бинокль перевернуть. Вот мы когда смотрим в бинокль, он нам приближает. Но его переворачиваем, он удаляет. Значит, получается, что если мы перевернем линзу глаза, то вселенная от нас будет удалена, мы ничего не увидим. А если еще перевернуть линзу атмосферы Земля, то вообще эта вселенная вообще сфокусируется в точку. Понимаете? То есть получается, что это не какая-то бесконечная вселенная, а это просто точка, которая, скорее всего, вот это и есть та точка, которую где-то надо искать у нас в голове. То есть надо вот с этим вот, я что-то не знаю, я не могу разорваться, исследовать все подряд, но вот если кто-нибудь бы занялся исследованием вот этих фокусов, глаза, фокусов атмосферной линзы, относительно того, что мы видим в бесконечную вселенную, и то, что мы видим в окружении себя, кто, может быть, учился где-то в вузах, вот взяли бы и попробовали поиграться с этим, как бы ради интереса. Может быть, что-нибудь интересное бы нарыли. Я чисто интуитивно до этого дошел. Ну, для меня это значит, что вот, когда я услышала об этом предположение, я поняла, что не стоит искать где-то причины каких-либо неудобств вовне. Потому что если все сфокусировать и перенести внутрь себя, то получается, что я есть та точка, которая проецирует через эту линзу свою жизнь, события, окружающий мир. Вот опять же, если взять, допустим, ракурс. Вот я с детства помню, мне мама говорит, а ну приложи кухню. Я прикладываю, а там шум. Откуда этот шум? Вокруг тишина, а внутри шум. Все говорят, это шумит кровь. По сосудам идет кровь, шумит кровь. А я так подозреваю, что если посмотреть на устройство уха, там вот, если с этой стороны раковина, то с той стороны внутри в ухе тоже есть раковина. Есть какие-то там молоточки. Я так подозреваю, что звук тоже идет изнутри. Потому что зачем эта раковина? Там в ухе. Не для того лишь, чтобы создать какой-то там звук и передать его уху. Ну то есть вот надо этим заниматься. А так как вот я в этом деле не специалист, я могу только предполагать. Игорь, вот такой хочу задать вопрос. Сегодня мы совершили экскурсию по северной части острова и посетили несколько скитов, церковь, святилища. Что можешь сказать? Вот у тебя есть очень интересная теория и версия насчет предназначения таких мест, святых мест, скажем. Вот у меня инсайд, который я почувствовал, это значит на острове Буяне, в море Океане стоит там это Царьград, там Царь Салтан. Вот потому что вот это явно мегалитические какие-то конструкции. Мы здесь проехали в экскурсии по глухим местам и видно, что очень много этих скитов, которые называются почему-то банями. Я не понимаю почему бани. Все они сделаны из валунов. Валуны очень по аналогии мне напоминают скифские захоронения. На картах на латыни написано там где скифы жили скиты. То есть значит скиты это термин связанный со скифами, потому что их скитами называют. Из точно таких круглых булыжников построили их захоронения. И так как я еще с юности с детства общался с археологами на Украине, которые копали, не черными археологами, официальными, которые копали скифские курганы. Я задавал очень много вопросов, сам даже ездил на эти раскопки. И что самое интересное, там в этих захоронениях похоронен скиф, главное его жена, дети, стражники. И все они лежат в нелепых позах. И там весь скарб домашний, кухонная посуда, постель, все это разбросано, все не как при ритуале захоронения. А вот допустим охранник его нашли труп с мечом, с ножом там в какой-то позе возле входа замурованного. То есть складывается такое впечатление, что это были их жилища, скиты. Потому что здесь точно такие из булочника все вот эти вот крепость, которую называют монастырьем. И поэтому я так думаю, что это постройки скифских времен. Потому что на древних картах это северное море называлось скифское море. Поэтому скифы непосредственно отношения имеют. И вот эти соловки это сол, солтан, это вот о царе Солтане. Сол, тан, а тут сол, соловки. Есть начальное и слог соответствует. Ну у нас еще впереди много как бы есть еще над чем. Да, экскурсии, еще посмотреть места. Думаю, что новая версия появится. А вот расскажи, пожалуйста, о предназначении, скажем, церквей, купола, храма. Ну вот что ты можешь сказать, у тебя очень интересная версия есть. Ну вот у меня версия какая. Даже это не версия, это вот если брать суть вещей и явление. Ну вот представьте, стоит такой огромный замок, можно назвать. Не крепость там, не монастырь, а замок. Почему я так говорю? Потому что мы вчера же там ходили мимо, да? И вы же видели крылечко. Крылечко в древнерусском стиле. Не в какой там православном стиле, а с такими вот крученными колоннами. С такими, такой низенький, с такими ступеньками. Вот как из сказки Пушкина. У меня такое ощущение, что Пушкин был на Соловках. И ему навеяло вот этот вот замок древний. Вот это вот о царе Салтане на острове Буяне в море и океане. Потому что аналогичного острова, который в море и океане на острове Буяне, где он, ну, буйный все-таки этот остров, я не знаю. Мало того, еще судя по вот этим развалинам, которые мы наблюдали, тут просто он весь был заселен. Это был как огромный такой город, остров-город. Мало того, подтверждение того, что здесь жили люди, здесь очень много каких-то садовых растений. Ну, как минимум, малина. Говорят, малина, вот такая крупная малина здесь в диких местах растет. Откуда она там растет? Спрашивается. Это же ведь культурное растение. Дикие малины нет. Есть и дичавшая малина. Вот. Мы недавно были в экспедиции на Кольском полуострове, на горе Бойка. Там тоже мы нашли, вот так вот будешь идти и не поймешь. А тот человек, который этим занимается, он там нашел кучу разных развалин. И каждый развалин на выровненном месте. Если так вот присмотреться, то мы увидим аллеи такие из деревьев. насаженные. А вообще так идешь, ну, глухомань, глухомань. Улицы. Вдоль этих улиц, так в шахматном порядке, расположены эти вот развалины. То есть там жили люди, реально жили люди. Потом еще много разных овощей, фруктовых растений. Там, допустим, калина. Такой калины я нигде вообще в жизни не видел. Я даже не мог предположить о существовании. Вот такого размера ягодиц. И она желто-красного цвета. Больше нигде не растет, только на горе Бойка. И здесь тоже мы видели там дикие какие-то яблоки растут. Не, ну, понятно, что тут монахи жили. Монахи там, говорят, подстроили. Ну, тут такая сеть канала разветвленная, что, я не знаю, такое количество монахов в этом монастыре не поместится. Вот если был какой-то город большой, то тогда да. Если тут жил какое-то большое количество людей, тогда да. Но монахи, которые жили на территории, если их всех вместе собрать, навряд ли они смогли бы вот это все построить. Вот такие дамбы, которые перегораживают озера. Вот такие дороги, вымощенные камнем, которые разрушены. Здесь целая вот озерно-канальная система. Она, похоже, что не для снабжения отдельных скитов. Потому что, на самом деле, для монахов, скорее всего, хватало бы воды из колодцев и просто даже из озер. Да. А то есть это говорит о существовании большого поселения? Да. И мало того, это видно вон город, этот остров стоял, и город, остров стоял на торговых путях. Да. В северных торговых путях. Мало того, здесь, видимо, был другой климат. Потому что малина не растет на севере. Это только в хорошем климате. Когда-то она тут росла, потом она была заброшена, и, слава богу, выжила. Мы сейчас можем оценить, что было здесь раньше. Потом недалеко отсюда, грубо говоря, есть такой город, как Санкт-Петербург, который называется Пальмира Северная. Значит, там тоже росли пальмы. Точнее, не случайно его назвали пальмирами. Все города, где растут пальмы, называют пальмирами. Значит, там тоже был климат, где росли пальмы. Значит, может, здесь был не такой климат, что росли пальмы, но здесь был какой-то нормальный климат, где можно было жить вполне в таком чистом белом море. Вот такие мысли у меня. Может быть, здесь был начало пути из Варяка-Греки, торгового пути из Варяка-Греки, правильно? Ведь сюда товар везли, вот откуда его везли? Ну, у меня давно была мысль, что вот я проследил связь между словами финны. Финны, да? Это древнее название. Это на карте Меркатора. Так и называются финны. Или финн, да? Территория, где проживают финны. Раньше так и называлось финн, да? Я почему-то думал, что там начало пути из Варяка-Греки. Почему я так думал? Потому что там финны, а в Гриции Афины. Связь с железной. Финны, Афины случайно, что ли? Нет, не случайно. Вот. И Санкт-Петербург, если взять Балтику, да? И путь туда в Афины, он лежал через Санкт-Петербург. Это как бутылочное горлышко. Все береговые народы, которые жили по Балтике, по Финскому заливу, они все равно будут плыть через Санкт-Петербург, через Неву. Будут... Это водораздел северных и южных находится на Валдайской возвышенности. Там из Ладоги есть река Волхов. А все вот эти вот... У рек два берега. Один Берг. Берег. Берг. А другой берег Волхов. Вот Берг – это обрыв. Берг. Потому что есть такие слова, как Берг. Берг – это птица хищная, селится на обрывах. Да? Потом Берг – берег. Это обрывистый берег. А Вол – Волох. Это там, где тащили по пологому берегу волокуши. Корабли тащили. По течению плыли вниз, а потом вверх тащили Вол. То есть берег Бер и берег Волок. Вот. И значит, Вологда – это как бы как раз говорит о том, что Волок… Там была река… Ну, в смысле… Там, по-моему, река Вологда, да? Или нет? Не помню. Но то, что Волхов – это точно. Поэтому Волхов был Волок, потому что он тоже Волк. И, видимо, тащили Волы, быки. Поэтому и названо, как бы, Волоком. Вот так получилось. И через вот… через… через водораздел, который является Волдайской лозыщностью, вот как-то они переходили с северного водораздела в южный водораздел. А с Вологда берет начало, как минимум, река Волга. Потом там где-то берет река Днепр. То есть можно было по Волге уйти там в южные страны. По Днепру можно было спуститься в южные страны. То есть однозначно. Вот Санкт-Петербург точно имеет… И он и был такой древний, богатый город. С каменными берегами. И понятно, откуда там были средства у этого города, чтобы построить такой богатейший город. Вот. В Ладогу, я так понимаю, можно было попасть из Белого моря по сети каналов. Тоже, наверное, вот путь не заканчивался и не начинался в Фино-Афине. А я так пересмотрел чуть свои умозаключения. Мне кажется, что все-таки вот здесь была крайняя точка. Потому что сюда-то тоже товар оттуда-то возили. И судя по вот этой крепости, по этому замку, который стоит, тут столько… Такие трудозатраты вообще. Такие валуны мегалитические. Просто каждый камень большой. То есть мегалит – это большой камень. Ну да. Как мы знаем, что… Знаем и догадываемся, что раньше были и времена. Люди просто так не делали, не строили таких мощных сооружений, что было явно практическое предназначение для всего этого. Игорь, благодарю. Ну, у нас впереди еще будут вопросы после других искусств. Благодарю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok